Здравствуйте! Это программа «Музеймания». Я Галина Щуцкая, заведующая музеем палаты Бояр Романовых. Это филиал Государственного исторического музея. Он находится в древнейшем районе Москвы, в Заряде, на улице Варварки. Я стою у восточного фасада палат, где под балконом в нише во время реставрации совершенно случайно была обнаружена закладная доска. Мы ее расчистили, прочитали текст. Здесь родился державный родоначальник царственного рода Михаил Федорович Романов. Здесь воспитан его отец, боярин и воевода Федор Никитич, впоследствии Филарет, патриарх московский и всея Руси. Палата действительно является памятником гражданской архитектуры XV-XVII веков. И средневековый дом имеет особенности в своей постройке, особенности русского дома, что мы сможем с вами увидеть на южном фасаде палаты. Мы у южного фасада палат. Это главный фасад дома. И обычно дом был обращен внутрь, во двор весь. Сейчас я спускаюсь по парадной лестнице или, как говорили в старину, по красному крыльцу. Именно здесь, на красном крыльце, боярин должен был встречать очень почетного гостя. Лестница заканчивается вот такими высокими уступчатыми постаментами, а на них стоят скульптуры львов. Но львы очень агрессивные. Посмотрите, как они раскрыли пасти и пугают входящего. Дело в том, что львы оберегали сильное животное, оно должно было оберегать дом. Такие львы обычно ставились и не только в боярских и княжеских домах, но и в царском теремном дворце. Даже несколько скульптур львов, которые тоже хранят покой царей в этом дворце. А теперь посмотрим на три этажа палат и обратим внимание на средний этаж, где мы видим ставни, окна, украшенные очень красивой каменной резьмой. Это наличники по углам полуколонны, карнизы резные. Все это тоже были обереги дома, также как и скульптуры львов. А вот на шатровой крыше, чуть левее, на шпиле мы видим удивительное существо. Называется грифон – полулев-полуптица с щитом и мечом в лапах. Это в данном случае герб рода Романовых. Утвердил его, кстати, император Александр II в середине XIX века. Сейчас мы войдем уже в помещение палат, будем рассматривать интерьеры. Но я прежде хочу сказать, что экспозиция музея представляет боярский патриархальный быт второй половины XVII века. Россия начинает переходить от средневековья к новому времени, а Европа уже давно в XVI веке жила в новом времени. Появляются новые элементы жизни, быта во всех областях и очень постепенно. И вот как старое уживалось с новым, мы сейчас с вами увидим в нашей экспозиции. Это был переход России из средневековья в новое время. Сейчас в исторической литературе этот период очень красиво и поэтично называют «поздняя осень русского средневековья». Итак, в такой удаленной части дома, в белокаменном подвале обычно очень сухо бывало, хранил боярин свою казну или называл ее «казенной палатой». Казной называли все богатство в то время. И вот я стою около сундука, где хранилась боярская рухлядь. Я сказала слово, которое сейчас мы употребляем совершенно в ином значении. Для нас рухлядь – это все ненужное, в плохом состоянии, то, что нужно выбросить. А тогда рухлядью называли все движимое имущество в хорошем состоянии. Ну и, конечно, самым интересным сундуком здесь является вот этот сундук-денежник. Но интересен он своей крышкой с замком. Здесь 12 замков. Ключом поворачивали и по передаточной системе срабатывали все замки и запирался этот сундук. Ну, сундук-сейв на самом деле. Деньги хранили вот в таких вот мешочках. Мы узнали об этом. Какие же денежки хранили? А вот серебряные копеечки. Вот они. Ну, кроме вот того, что я перечислила, еще здесь очень много оружия, как мы видим. Вот там бердыши, сабли, копья, ружья огнестрельные, а вот на переднем плане пушки. Ну, и последнее, на что я хочу обратить внимание, там вдали вы видите небольшое знамя, но не совсем точное название. Называется оно прапор. Прапор мы называли небольшое знамя, вот с такими длинными откосами. Это знак, личный знак боярина. Каждый боярин, собирая войско, должен был выступать и со своим личным знаком. Слева мы видим, что на этом прапоре есть изображение уже знакомого нам грифона. Это герб рода Романовых, поэтому этот прапор принадлежал конкретно Никите Ивановичу Романову, двоюродному дядю, царю Алексею Михайловичу. Ну, вот сейчас мы покидаем эту хозяйственную часть, казну боярина, и по широкой белокаменной лестнице поднимаемся уже в жилье. Сейчас мы находимся в жилом помещении. Итак, это столовая или трапезная, как ее старинно называли. Давайте посмотрим на убранство этой комнаты. Дело в том, что XVII век – это век узорочия, разноцветия, свод. Свод был реставрирован в середине XIX века, он плохо сохранился, но император Александр II лично следил за созданием музея, за его реставрацией, увидев план такой росписи, просил вставить грифона. Вот мы видим, грифон везде нарисован, а в центре мы видим двуголавого орла – это герб Российской империи. И, кстати, в центре висит западноевропейский светильник – паникодила. В основном немецкие или голландские их привозили. Стены. Стены никогда не оставались голыми в богатых, конечно, домах. Их обтягивали дорогими привозными тканями. В частности, здесь обтянута парчой. А дальше мы видим великолепный стол, накрыт для пира. Садился хозяин дома вот в это кресло, всегда в красном углу, а далее рассаживались, начиная с правой стороны, по родовитости и знатности, то есть, так сказать, местничались, собственно говоря. Ну и еще в ходу были вот такие великолепные кресла. Мы говорили вначале о новшествах, которые появляются в быту. Вот это западноевропейские барочные кресла. А вот в таком большом блюде, в тареле, могло сидеть несколько человек, то есть, есть несколько человек. Ну и каждый знал, в каком блюде и с кем он должен сидеть. И не дай бог, если залез в другую тарель. У нас есть выражение быть не в своей тарелке, то есть попасть в какое-то неловкое и неудобное положение. Делал время до потехи час. И вот заканчивая из пиры, на следующий день боярин занимался своими делами. На это есть у него специальные комнаты. А сейчас мы находимся в самом верхнем горнем помещении, деревянном тереме. Это была традиционная надстройка. Иногда было таких теремов и в два, и в три даже. Но, естественно, эта деревянная часть дома не сохранилась. И она была реконструирована архитектором Федором Федоровичем Рихтером. И обязательно в каждой комнате красный угол с иконой, конечно. Красный – это красивый по-русски. Ну а слева от меня стол. Здесь маленькие коровочки, скрыночки всякие. В них хранили женщины белила, румяна, чернили брови себе. Без такого наряда выйти из дома невозможно. К боярине сюда могли приводить и детей. И поэтому мы видим здесь люльку. И в центре, на персидском ковре, мы видим детские игрушки деревянные. И вот этот совершенно уникальный детский стульчик. Ну, стульчик-каталка. Или, как бы мы сейчас сказали по-современному, ходунки. Потому что здесь была перекладина, были колесики. Ребенок передвигал ножками и мог кататься по всей комнате. Надо сказать, что основные обязанности женщины до Петровского времени – это было рождение детей, воспитание детей, ведение хозяйства и досмотр заслугами. Следила за воспитанием девочек. Благочестие, благонравие воспитывали их. И готовили приданную. Знаете, как говорили в старину, дочь в колыбельку, приданная в коробейку. Ну вот здесь как раз такой сундучок справа от меня, где начинали складывать приданное. Как только рождалась девочка. В пять-шесть лет мать брала девочку за руку, вела в соседнюю комнату, где учила ее шить и вышивать. Потому что свою работу она должна была показать будущему жениху. Саму невесту жених не видел почти до свадьбы. Кстати, слово «невеста» от слова «неизвестное». «Невесть» – «неизвестное». И так в следующей комнате девушки работали. А вот это помещение для рукодельных работ. И называется оно «светлица». Это сейчас работают прислужницы. А вообще-то матушка, боярыня, приводила, как я сказала, сюда своих девочек с пяти-шести лет. Давала иголку им в руки и приучала тоже шить и вышивать. Как говорили тогда, девушки должны иметь прилежание в придивном пяличном деле, шелковидное искусство. И очень красивое слово – хитроручно, изрядно должны быть. И так девочки здесь начинали готовить свое преданное и оставались до тех пор с матушкой, пока не выйдут замуж. Это примерно 13-14 лет. Мальчиков женили примерно 15-17 лет. Но мальчиков с 5-6 лет забирали уже с этой женской половины на мужскую, где начиналось их обучение и подготовка государевой службы. А вот девушки ждали, пока их не выдадут замуж. И так в этом тереме жизнь текла очень спокойно, равномерно, благочинно. Но не всегда. В празднике здесь было очень весело. И на половине боярыни отмечались также и христианские праздники, и именины всех членов семьи. Поэтому готовили столы, пекли пироги, звали гостей. А вот в таких сенях могли вешать качели для детей. Было весело, шумно. Шути их приглашали, музыкантов приглашали. Веселились. Но когда веселье заканчивалось, гости и хозяева расставались друг с другом. И уходя, говорили слово, которое мы с вами сейчас употребляем в совершенно ином смысле. Как же они расставались? Они клали руку на сердце, делали друг другу поклон и говорили «Прощайте». Что означало «Простите меня». Сейчас для нас это слово означает «расставание навек». Вот как все изменилось. Но мы заканчиваем нашу передачу. Это была передача «Музей Мания». Я приглашаю вас посетить наш музей, который расположен на улице Варварка, том 10. Прощайте. 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 Продолжение следует...